Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, при и выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 20 июня, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 3, стихи с 19 по 26. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к познанию правды Его в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святаго апостола Павла к римлянам. Сегодня тоже не довольно-таки сложный для восприятия, особенно на слух, текст, но мы попробуем проникнуть в его тайны, потому что еще раз скажу вновь, что данное послание – это великий богословский труд, без которого, без уяснения которого, довольно-таки сложно понять вообще принципы нашего спасения, нашей сатериологии. Итак, 19 стих. «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Итак, «закон, если что говорит, говорит тем, кто находится под законом». Да, закон обращен именно тем, кто является исполнителем закона и которые, скажем так, имеют доступ к закону. Кто имеет доступ к закону? Это те, кто исполняет его. Это обрезанные, те, кто в завете с Богом, через обрезание. В общем, это ветхозаветное состояние. И, соответственно, к ним и обращен закон. Он им говорит, тем, кто не обрезан, им они еще не вполне, скажем так, участники народа Божия. И поэтому они могут исполнять закон, но закон не к ним обращен. А именно к тем, кто обрезан и, скажем так, бремя несения закона взвалил на свои плечи. Всего закона. Потому что мы знаем, что в иудейской среде были так называемые празелиты из язычников, боящиеся Бога так называемые, которые исполняли нравственный закон, учение о едином Боге, но не обрезывались и не исполняли ритуальных предписаний. Это боящиеся Бога, но это еще не совсем иудеи. Итак, что же говорит закон? К состоящим под законом закон говорит так, что загрожаются всякие уста. Нет никакой апелляции к закону. Закон, он для всех один, одинаков. И ты можешь ты его исполнять, не можешь ты его исполнять. Ты должен его исполнять. Даже если, допустим, чисто по физическим каким-то параметрам, ты не можешь этого делать. Соответственно, закон для всех один. И в этом смысле он несправедлив. И ты не можешь к нему апеллировать, ты не можешь с ним спорить. Закон заграждает всякие уста любого адвоката. Соответственно, весь мир становится виновен пред Богом. Потому что закон заграждает всякие уста. И потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. То есть оправдание не отдел закона. Во-первых, ты всегда не сможешь соблюсти закон. Ибо законом познается грех. Функция закона – это обозначить твою греховность. Явить тебе то, что ты греховен. Ты находишься под грехом. Хочешь того ты или не хочешь. Поэтому заповедь, она как бы очерчивает тебе границы. За которые ты постоянно хочешь ты того или нет, так или иначе переступаешь. Поэтому законом заграждаются всякие уста. И всякий, весь мир пред Богом виновен по закону. И делами закона не может оправдаться никто. Потому что если ты какую-то заповедь исполняешь из закона, ты обязательно нагрешишь какой-то другой. Поэтому закон не оправдывает. Заповедь не оправдывает тебя пред Богом. И здесь речь идет именно о ветхозаветном законе. Это нужно учитывать. Но это и есть функция закона – познать свою греховность. Но ныне, говорит апостол Павел, независимо от закона, то есть это решение, это событие не продиктовано законом. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, то есть Писание. То есть закон и пророки, они говорили об этом. О правде Божией. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия между язычником и иудеем, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Это та идея, третья глава завершается как раз-таки той идеей, что пред Богом все согрешили. «Но именно вера в Иисуса являет нам правду Божию и спасение». Мы познаем, что через заповеди, через закон, что мы греховны, но как спасаться-то? Правда Божия должна явиться как-то. Через оправдание верой является это спасение. Для апостола Павла важно здесь не принять закон и не сказать, что не нужно исполнять заповеди. Для апостола Павла важно показать, что все согрешили и что закон не спасает. Бесполезно исполнение ветхозаветного закона, если нету спасителя Иисуса. Но чтобы понять, что тебе нужен такой спаситель, должен был явиться закон. Таким образом, но независимо от закона, то есть не потому, что ты исполняешь закон, а потому, что в этом заключается правда Божия, явилась она, эта правда Божия, которую свидетельствуют законы пророки. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. Оправдание, то есть наше спасение, искупление, омовение наших грехов, мы получаем даром. Это важно учитывать. Когда мы крестимся, мы не можем ничего сделать равночестно тому искуплению, во имя которого мы погружаемся в крещальную купель. Мы крестимся, нас оправдывает наша вера в спасение. Но не потому, что мы заслуживаем этого оправдания, а потому, что это милость Божия, это дар Божий, дар любви. И Христос умирает за нас еще до того, как кто-либо в Него поверил, как в полноту Божества. Ученики разбежались, никто в Него практически не верил, но Он умирает за всех людей, прошлых и будущих, рожденных, которые родятся в будущем за нас с вами. Он умирает еще до того, как мы вообще что-либо сделали такое, что достойно этой смерти. И сейчас ни один человек в мире от Адама до сегодняшнего дня не сделало ничего такого, за что стоило бы умирать. Ну, чисто как по долгу, как должное. Я сделал это, Бог должен умереть за меня. Нет, это исключительно чистейший дар любви. Это чистое милосердие Божие. Мы не заслужили этой смерти, мы не заслужили этого прощения. Поэтому и пишет апостол Павел. Полученное, получая оправдание даром по благодати. Помните об этом, дорогие телезрители. То, что мы получаем оправдание по благодати. Мы должны поститься, мы должны молиться, исполнять заповеди Христовые. Но не потому, что это нас оправдает перед Богом, а потому что Он сказал нам делать это по отношению к ближнему. Потому что Он сказал нам любить ближнего. И стяжать таким образом Дух Святой через помощь ближнему, через любовь. Пример, который показал Он нам, умерев за всех нас. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и вешенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова